Мы, казахстанцы, гордимся своим народом страной, но мы уважаем все другие народы, их культуру, их религию, их традиции. Вот в таком многообразии есть великая точка роста. Так интереснее жить, правда? Поэтому, уважая всех и вникая в эти культуры, в этом разнообразии, и мы находим счастье. Казахстан – многонациональная страна, под небом которой в мире и дружбе живут представители более чем ста народов и народностей. Разными путями, подчас имеющими очень трагическую историю, все они оказались на славной земле Казахстана. Мы вместе радуемся и грустим, перенимаем друг у друга традиции и обычаи. Поразительно наследие этого уникального смешения культур. На казахских тоях прижились русский баян и самовар. Наш праздничный стол уже невозможно представить безострой корейской кухни, без уйгурского лагмана, узбекского плова, татарского чак-чак. Современный Казахстан – это синтез, казалось бы, далеких друг от друга культур, которые смогли не только ужиться на одной земле, но и взаимно обогатить друг друга. В этом всегда была, есть и будет уникальность и сила нашей страны. В нашем фильме речь пойдет о людях, которые, живя бок о бок с казахским народом, вынесли неоценимый вклад в культуру нашей Родины. Казахстан на мировой спортивной арене – это настоящий интернациональный калейдоскоп. Русские по национальности Ольга Шишигина, Ольга Рыбакова, Дмитрий Баландин, Александр Винокуров, Геннадий Головкин – отец его русский, мать кореянка, но себя он считает казахом. Кореец Денис Тен, украинцы Василий Левит и Иван Дычко, грек Евстафия Пехлеваниди и многие другие. А какой огромный и неоценимый вклад внесли в изучение культуры и истории кочевников осетин Алан Медоев и русский Лев Гумилев. Настоящими подвижницами, чей подвиг был сродни подвигам жён декабристов, были и спутницы великих деятелей казахской интеллигенции начала XX века. Елена Букиханова, Мария Горина-Шокай, Александра Бадресафа-Байтурцынова в полной мере разделили горькую и трагическую участь своих мужей. Сегодня мы расскажем только о некоторых из них. Казахстан Казахстан – страна с удивительно красивой природой. Кочевники традиционно воспевали красоты своей земли в кюях и сказаниях. И одним из первых, кто перенёс эти красоты на холст, стал украинский поэт, кобзарь Тарас Шевченко. Поразительно. У себя на родине он известен как поэт, но мало известен как художник. В укреплении Новопетровское, ныне город Форт Шевченко, Тарас Григорьевич был сослан в 1850 году, после Аральской экспедиции, во время которой он создал более 160 рисунков. На этих художественных полотнах Шевченко с филигранной точностью изобразил детственную красоту моря, его берегов, островов и скал, растительности и животного мира. Именно поэтому многие рисунки были приложены к отчёту об экспедиции. Ссылка на восточном побережье Каспийского моря была самым тяжёлым и одновременно плодотворным периодом в жизни поэта-художника. Он создал чудесные пейзажи, жанровые, исторические и бытовые рисунки, портреты. На его полотна легли памятники материальной культуры и этнографии казахского народа. Сложным и тернистым был путь Тараса Шевченко. Но именно им было посеяно зерно, которое взойдёт несколько десятилетий спустя. Мы находимся возле музея искусств имени Абельхана Костеева, знаменитого казахского художника. Целый зал этого музея посвящён русскому и казахскому живописцу Николаю Гавриловичу Хлудову. И это не случайно. Именно он разглядел талант юного казахского самородка из провинции и помог ему встать на путь служения изобразительному искусству. Если говорить о нашем отце, как он начал творчески работать, он начал с детства. Однажды фотограф Саламатова появилась в жертвене и увидела его работы, как он рисует. Она заинтересовалась, спросила, говорит, ты сам рисуешь? Он говорит, да, сам. Тогда она взяла, даже ему не сказала. Отправила его работы в Козларду. Тогда столица была Козларда. И вот в Козларде тоже заинтересовались. Отправили в управление образованием в Козларде. Они отправили в областное управление, в Алматинскую область, чтобы его нашли и обеспечили его учёбой. И таким образом наш отец оказался потом в Алматы. Директор этой же 12-й школы, Колымбетов, помог ему, в общем, выбил он средства там же в управлении образования, чтобы обеспечить учёбу ему у Хулдова. Хулдов тоже так удивился, говорит, ну надо же. Первый раз вижу, что казах парень заинтересовался рисованием. Давай, посмотрел его работу, говорит, молодец, ты сам рисовал, да, сам рисовал. Хорошо, давай будешь ходить на эти занятия. Хулдов ему подарил коробку красок акварельных и кисти. И сказал, продолжай обязательно рисовать, пиши акварелью, из тебя получится известный художник. Я уверена, что ты будешь известен всему миру как первый художник казаха. И сейчас он был тоже одет не для людей, а для галактики. На голове его лежал плоский какой-то стремительный берет. На худых плечах висел голубой плащ с фенцифлюшками, а из-под него сверкало что-то невероятно яркое и отчаянное. Красное, жёлтое, сиреневое. Художник работал. Он бросал на полотно один мазок, другой, третий. Всё это небрежно, походя, играя. Затем отходил в сторону, резко опуская кисть дул. Толпа шарахалась. Художник примеривался, приглядывался и вдруг выбрасывал руку. Раз! И на полотно подал чёрный, жирный мазок. Эти строки из романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей» посвящены ещё одному легендарному человеку, который жил и творил в Казахстане. Его стиль в изобразительном искусстве до сих пор не имеет аналогов в мире. Речь идёт о странном, гениальном и непостижимом Сергее Калмыкове. Его называли городским сумасшедшим или алматинским шагалом. Личность Калмыкова окутана множеством легенд и тайн. А его творчество навсегда вошло в золотую коллекцию мировой живописи. В том, что живёшь так, как ты хочешь. Эгоизма нет. Эгоистично заставлять других жить так, как ты думаешь. Репродукции работ Калмыкова после обретения Казахстана в независимости появились на почтовой марке и на юбилейной серебряной монете достоинством в 500 тенге. Пожалуй, каждый коренной алматинец, знает о кафедральном Свято-Вознесенском соборе три факта. Что построен он без единого гвоздя, что это единственное здание, в верном устоявшее во время землетрясения 1911 года, и что построил его архитектор Андрей Зенков. Сейчас, после стольких реконструкций, трудно сказать, правда ли храм построен без единого гвоздя, или это красивая легенда. Но что он устоял при страшном землетрясении – чистая правда. Что до Андрея Зенкова, то и в плане авторства проекта Вознесенского храма и десятков домов в Старом Верном, ему еще при жизни, а уж тем более после смерти, суждено было конкурировать с его коллегой, архитектором французского происхождения Полем Гурде, человеком удивительной, загадочной и трагической судьбы. В 40 лет Павел Васильевич Гурде прожил в нашем городе, который он любил и считал родным. В 1883 году Верненская городская управа предлагает ему пост городского архитектора, и он соглашается. И в течение 20 лет, бессменно, это до 1903 года, он работает, даже, можно сказать, не работает, а служит городским архитектором города Вернова. Его авторству принадлежит торговый дом Габдул-Валиевых, ныне известный как магазин Козултан. Верненский детский приют, городское училище и даже дом губернатора Колпаковского, увы, не сохранившийся до наших дней. А вот автором настоящих визитных карточек Алматы спорткомплекса Медео, Шимбулака, дворца спорта имени Булуана Шалака, алматинского цирка, является уроженец украинского кременчуга Владимир Кацев. Было много каких-то объектов еще, которых я, возможно, не знаю, потому что это были какие-то жилые комплексы тоже туда входили. Вот. Ну и, естественно, вот самый главный его комплекс это Медео. Медео. После этого пошел Чимбулак, вот. И папа еще проектировал здесь стадион плавательный на 500 мест. Папа вообще очень любил спортивные комплексы, потому что сам был очень спортивным человеком. Ну вот Медео, это вот его одно из самых любимых детищ. Он строился достаточно сложно, потому что это был, ну, это громко, наверное, сказано, отказной проект. Но многие архитекторы отказались участвовать в конкурсе этого проекта, потому что он был очень такой рискованный. Строительство в горах, большая ответственность. И деньги, которые были выделены на каток Медео, были недостаточно большие, скажем так. И поначалу настаивали на том, чтобы Медео был крытый каток. Папа категорически настаивал, чтобы каток был под открытым небом. Потому что какой смысл тогда делать его в горах? Потому что, как он сказал, здесь крыша – это вот небо, горы и вся вот эта вот красота. В 20-е годы Алма-Атай еще не была столицей. И ей по статусу еще не полагался главный казахский драмтеатр страны. Вся театральная жизнь кипела в этом старом купеческом квартале, который сейчас очень сильно перестроили. Здесь зрители увидели первые казахские спектакли «Янлик Кебек», «Золотое кольцо», «Волостной посягатель». И здесь же начинали свой путь будущие звезды казахского театра. И Любай Умурзаков, Конобек Байсиитов и его будущая жена Гульбахрам Беисова, которую позже страна узнает под именем Куляш Байсиитовой. Но все изменилось в 1929 году, когда Алма-Ата стала столицей. И в этот город переехал из Кызылорды главный казахский театр страны. Нередко в нашей жизни многое решает случай. Пожалуй, если бы не череда судьбоносных случайностей, то не родился бы главный русский театр Алматы. Бюст основателя русского театра Ежи Рудковского стоит сегодня в фойе театра драмы имени Лермонтова. Выходясь из знаменитой польской театральной династии, Рудковский начинал свой путь в главном театре Варшавы, театре польском. Но круговерть бурного 20 века занесла Юрия Людвиговича сначала в Оренбург, а потом и вовсе во Фрунзе. И кто знает, стоял бы сейчас здесь этот бюст, если бы не судьбоносная встреча с Жуматом Шаниным. Никто не знал, что обычное приглашение на гастроли Рудковского в Алма-Ату закончится рождением самого известного русского театра Алма-Аты, Казахстана, да и всей Центральной Азии. В те годы Жумат Шанин слыл настоящим подвижником и первооткрывателем. Со страстью первопроходца он внедрял неведомое доселе казахской степи сценическое искусство. В 20-е годы были времена первых опытов и экспериментов в театре. Еще бы, ведь Казахстану предстояло за короткий срок пройти путь, который мировой театр проходил в течение двух с половиной тысяч лет. 1933 год, когда Жумат Шанин работал в Бишкеке, по заданию правительства нашего Жумат Шанин ищет русскую труппу, русскую театральную труппу, чтобы создать здесь русский театр в Алма-Аты. Жумат Шанин рекомендует, что есть такая труппа, есть такой руководитель в Рудковске, и вот на этом человеке можно останавливаться. Что такое был театр в то время? Посмотрите, два казах и поляк, два очень темпераментных, два очень энергичных. Это опять-таки из воспоминаний современников и воспоминаний дочери Рудковского. Они были, на самом деле, не просто любителями, они были профессионалами и фанатами своего дела. В театре, вот которого руководил Рудковский, были совместно казахско-русские постановки, где казахи играли на казахском языке, русские играли на русском языке. И это было настолько все это естественно, и все зрители это прекрасно понимали. То же самое и в спектаклях казахского драматического театра все персонажи говорили на своем родном языке. В создании театра ведь не только принимали участие казахи, а в итоге, если вы знаете, Брусиловский был приглашен из Москвы композитор, Латив Хамидии, узбекский хореограф Али Ордобус, Али Хаджаев. Очень много было представителей уйгурской национальности. Жизнь бурлила. Это был период казахского ренессанса. Как не банально сейчас звучит знаменитая ленинская фраза про важнейшие из всех искусств, но и по сей день она не теряет своей актуальности. Кино с момента своего зарождения имело огромное влияние на людские умы и души. В годы Великой Отечественной войны в Алма-Ате было отснято 20 полнометражных и 10 короткометражных фильмов. 15 ноября 1941 года Алматинская киностудия слилась с эвакуированными сюда киностудиями Мосфильм и Ленфильм и превратилась в Центральную Объединенную Киностудию Художественных Фильмов. 14 октября целый эшелон отправился из Москвы в Алма-Ату. Это были кинематографисты их семьи. Они ехали на новое место, там, где им предстояло снимать фильмы в период Великой Отечественной Войны. Алмата подходит замечательно, подходит хотя бы потому, что это был город, ну, по голливудским меркам, такой солнечный, что здесь снимать можно было, ну, 330 дней в году. и закипела работа. Снимали лауреаты Сталинской премии, снимали талантливейшие кинематографисты Эйзенштейн, Пудовкин, братья Васильевы, Борис Барнетт, вот, и жители города видели, как они идут на работу. Большинство из них жили в доме на Кирово, и этот дом сохранился, и в народе он был прозван лауреатником. Приехала Морецкая, приехала Любовь Петровна Орлова, приехал Миша Кузнецов, Михаил Кузнецов, Николай Крючков. Это было событие по городу, ходили живые кумиры. Снимали нередко ночами, потому что днем электричество шло на заводы, изготавливавшие оружие. Именно благодаря деятельности ЦОКС Центральной Объединенной Киностудии стало возможным бурное развитие и казахского кинематографа. В ГИК разместили тогда только недавно построенном помещении кинотехникума. И вот туда ходили преподавать Кудовкин, естественно, Эйзенштейн, Тисе, чуть позже Иванов-Вано, знаменитый мультипликатор. Это была школа. Это, конечно, была школа. И, конечно, сразу же были открыты двери для казахской молодежи. Многие, те, кто тогда тихо-тихо стоял за декорацией, пропускали, разрешали наблюдать, те, кто кому довелось помогать осветителям, операторам, учиться гримерному мастерству, они, конечно, прошли серьезную школу. Есть новый киноконцик? О, хороший. Ну, знаешь, столько людей, столько мне. Момент. Ты так уже? Учите. на всех деятелей культуры так или иначе влияла неповторимая атмосфера этих мест. Казахских гор, степей, обычаев и традиций народа. Но существует целая когорта мастеров, которые, приехав, настолько вдохновились казахским искусством, что стали его главными исследователями и творцами. В отличие от многих других людей своего поколения, Евгений Брусиловский попал в Казахстан не от того, что был репрессирован. Все произошло довольно буднично. Будущий классик казахской музыки попал в нашу республику по распределению после окончания Ленинградской консерватории. И тем не менее, что же заставило вчерашнего питерского студента проникнуться природой казахской музыки, которая стала смыслом его творчества до конца дней? Брусиловский, конечно, был просто в восторге от этого богатства народного творчества, от его потенциала и от возможности развития его средствами уже русского и европейского симфонизма. Евгений Григорьевич создал много интересных небольших произведений, одночасных на материале казахских народных описанки. Музыканты же нотные грамоты не знали, и певцы первые не знали нотные грамоты и разучивали, оркестр разучивал так сказать, с устной подачи Ахмеда Куановича с руки, а певцы соответственно разучивались подачи дирижера, дирижера, композитора. Это удивительный процесс в устных традициях. Но они прекрасно все знали народное творчество, великолепно совершенно его понимали, чувствовали. И здесь, если они учились петь под оркестр, ансамбль, под обработки оркестровые, то Бразиловский от них очень много брал. Это был взаимный процесс обогащения. Сам Евгений Григорьевич вспоминал, что ему безумно повезло пообщаться со старейшими Акынами и композиторами, творившими еще в XIX веке Диной Нурпийсовой и Кененом Азербаевым. И именно он увидел в куляш Байсиитовой потенциальную звезду, доверив ей главную роль в своей опере Казжбек. И не ошибся. Куляш своим голосом, пронзительной чистотой и энергетикой поразила не только казахские степи, но и весь мир, включая сильных мира сего. Казахские народные мелодии, созвучие с традициями петербургской классической школы, породили на свет такие шедевры, как оперы Айман Шолпан, Дударай, и воспитали целую плеяду композиторов, среди которых Еркегалер Ахмадиев, Бахаджан Байкадамов, Леонид Афанасьев, Александр Зацепин. А потом эстрада. Соприкоснуться с такими замечательными музыкантами, как Жамула Моро, Бибегуль, Тулегенова, это потом, а тогда Роза Багланова, братья Абдулины, вот для них он писал песни эстрадные, которые звучали подлинной классикой, потому что основаны они были на народных песнях. Брусиловский это личность достойного увековечивания в истории музыкальной культуры Казахстана. Зал заседания Совета Министров Республики. Здесь состоялось вручение государственных премий Казахской ССР 1967 года. Евгению Брусиловскому за плодотворную музыкальную деятельность присуждена премия имени Курмангазы. Товарищ Бесебаев в тепло поздравил новую плеяду лауреатов государственных премий и пожелал им дальнейших успехов в развитии многонациональной советской культуры. Примерно похожая судьба сложилась и у поляка Александра Викторовича Затаевича. Уроженец Орловской губернии, начинавший свою исследовательскую жизнь в Варшаве и написавший немало трактатов о творчестве русских и европейских композиторов, Затаевич вошел в историю главным собирателем и исследователем казахской музыки. А началось всего лишь с того, что Затаевич в 1920 году оказался в Вернам на первом всеказахском съезде Акынов. Это и предопределило его судьбу. Записывал каждого, кто мог предложить мне свое исполнение. Помогали все. Нарком республики Сакин Сифулин, известный поэт Кирьястин Сукуров, писатель Беембет Майлин, степной комиссар Элли Биджангильдин, первый комсомольский вожак Ганим Уродбаев, певцы-профессионалы, первые казашки-коммунистки Алма Уразбаева и Сара Есова. Звучит за кулисами, кто-то репетирует тему Япарай. Вот интересно, каким образом Затаевич, Япарай и во многом наставник Затаевича Рахманинов объединяются в одну тему. Это интересно. Дело в том, что Затаевич был дружен с Рахманиновым еще до революции. Показывал Затаевич Рахманинову свои первые опыты пианистические, композиторские. Рахманинов очень хорошо оценил его талант и предложил ему все-таки продолжать эти опыты. Затем, через много лет Рахманинов создал свои симфонические танцы. И вот там проходит тема, которую Рахманинов называет «Тему моей Родины». А звучит Япарай. Это узнает каждый, кто слышал эту музыку. Как много общего бывает между культурами, между явлениями культуры. Воспоминания о Родине. Казахская тема и песня. Вот она. Япарай. А вообще в Казахстан, в Алма-Акту Затемич приехал в 1920 году. В возрасте уже 50 лет. И его настолько поразила вот эта вот широта, богатство фольклора, с которым он соприкоснулся, это было что-то поразительное. И, естественно, он не мог, как человек очень чуткий, музыкально одаренный, не мог не откликнуться. Он стал собирать народные песни икюи, причем с каким-то фанатичным энтузиазмом. Представьте себе, за пять лет он собрал тысячу казахских песен икюев. И в 1925 году он издал тысячи песен казахского народа. И если вы спросите любого композитора казахского, чем он пользуется для того, чтобы правдиво отразить музыкальный язык казахского народа, каждый скажет сборникам Затаевича. Затаевича. С немецкими именами связана настоящая революция в быту жителей казахской степи. Как знатные садоводы они оставили невероятное наследие в изучении местной природы. Да что уж там говорить. Даже название растений помнят имена своих исследователей и первооткрывателей. Этот дом практически не виден прохожим. Тем не менее, здесь жил легендарный человек. именем которого названы легкие нашего города Роща. Речь идет об Эдуарде Оттоновиче Бауме. Великий селекционер, биолог и садовод он завез и внедрил 44 лиственных 17 хвойных пород деревьев и 52 кустарника. Под руководством Баума, предвидевшего необходимость зеленого строительства в развивающемся городе, в Верном и в других городах Семеречья были заложены первые лесные питомники. Ель, которую мы называем Дзиньшанской, официально носит имя исследователя Семеречья Леопольда Ивановича Шренко. Тоже можно сказать и отопонимики. До революции немцы принимали активное участие в исследовании новых для себя земель. Вторая же волна связана с трагическими событиями. Массовое переселение немцев в Казахстан состоялось в годы сталинских репрессий. Сейчас уже невозможно представить послевоенную казахскую литературу без этого имени. В 1941 году его семья была выслана в Северный Казахстан. Вырос будущий светоч казахской литературы и переводов в маленьком ауле на берегу Ишима. Любовь к казахскому языку и культуре Геральт впитывал всей душой. Он свободно владел тремя языками родным немецким, русским и казахским. Писал на них, переводил произведения. В душе он до конца жизни считал себя казахом. На счету Геральда Бельгера более сорока книг и порядка 1600 публикаций и переводов. Геральд Карлович Бельгер умер 7 февраля 2015 года в Алма-Аты и был похоронен на одном из крупнейших мусульманских кладбищ Кинсай И сразу топот табунный стих Качнулся тяжелый рев Это рога к земле опустив мычали стада коров Это кочевала беда Беда из-за ула в другой аул джут шершавой корою льда серединную степь стяну а степь навстречу пургой пургой ой ай дам барасан ой пурмой а постепи навстречу белый туман не керек бельмень жаман жаман Вместе с Геральдом Бельгером поэта Павла Васильева уроженца Зайсана можно по праву считать тем самым примером когда любовь к своей земле к миру своего детства поэт пронес через всю свою недолгую жизнь его жизнь можно назвать горением словно зная что судьба отпустила ему недолгий срок он торопился жить и творить проведя свое детство в разных уголках Казахстана от Зайсана до Атбасара Павел Николаевич старался всячески сохранить мир увиденный в детстве и передать его читателям не говори, что верблюд некрасив погляди ему в глаза не говори, что девушка нехороша загляни ей в душу в 1932 году в свет вышел сборник песни киргиз-казаков в которых Павел Васильев свои собственные стихи представил как перевод с казахского языка Акына Амрекшкенали которого фактически не существовало хорошо зная ритм и стиль казахских песен Васильев перевоплотился в народного сказителя и от его имени сочинил песню Акына среди русских поэтов Казахстана Васильев, пожалуй, самый казахский еще в детстве он выучил казахский язык и даже в московский период своей жизни неоднократно возвращался в край своего детства казахский быт, культура, неповторимая атмосфера степи была для поэта неиссякаемым источником вдохновения не зря его прозвали Есениным казахской степи Хоть волос росы у меня но мы с тобой во многом схожи во весь опор пустив коня земли достать смогу я тоже я вырос средь твоих степей и я, как ты, такой же гибкий так Павел Васильев писал в своем стихотворении «Азиат» он отождествлял себя с казахом он родился здесь, у нас, в Казахстане и через всю свою жизнь пронес любовь к родной земле его называют евразийским поэтом это действительно так потому что одним из первых в советской литературе о Казахстане заговорил именно Павел Васильев Алексей Толстой называет его советским Пушкиным Осип Мандельштан говорит, что в России пишут четверо я, Борис Пастернак, Ахматова и Васильев его очень высоко ценят все, кто любит поэзию и вот когда мы говорим о его творчестве мы говорим всегда, что 14 поэм и более 200 стихотворений за 10 лет творчества почему так? потому что после ареста 1937 года после ареста 1935 и после ареста 1932 года архив Павла Васильева уничтожался и после расстрела расстреляли Павла Васильева как врага народа по 58 статье, пункт 10 терроризм и шпионаж террор против товарища Сталина да, Павла Васильева называют казахским Есениным но я с этим согласиться не могу если Есенин это все-таки рязанский соловей то Павел Васильев это беркут это русский беркут казахских степей мой Казахстан я о тебе пою ведь я твой сын и петь имею право люблю я степь бескрайнюю твою твои луга, леса твои и травы мой Казахстан ты вырастил меня вложил мне в душу столько звонких песен так пусть они над родиной извинят о том что нет нигде земли чудесней при всей разности судеб наших героев все они схожи в одном именно Казахстан стал для них тем местом где полностью раскрылись их таланты попав сюда они навсегда растворились в культуре когда-то новой незнакомой для них страны а кто-то навсегда покинув родные горы и степи всю свою жизнь не переставал слышать их зов и дыхание и здесь уместно перефразировать слова старой поговорки можно навсегда покинуть Казахстан но Казахстан не покинет тебя никогда а Продолжение следует...